друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать вчерашний вечерний стрим поберухи ну что ж стройка века собственно у нее все как обычно флешмоб на материалы да друзья мои на сей раз для полного счастья не хватает 50 тысяч рублей на доске знаете вот всякий раз нам показывают да какое количество значит продукции она готовит у себя сколько она там продает сколько там она везет в москву да посмотрите до 200 банок тушенки да да там сыр до масла да все на свете и так далее мясо все 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 но вот но ничегошеньки сама самостоятельно не может приобрести непременно ей на это нужны чужие деньги на доске для пола до 50 тысяч рублей стройка друзья мои у поберухи встала а почему встала а потому что наглые лелькины хомяки да не торопятся донатить ей деньги до поберухи даже не доходит что донатить каждый день одни и те же люди но просто не могут да в силу того что у них нет такого количества денег но ей плевать да и она говорит ну вы конечно можете мне много писать по поводу того что ты сильная и так далее ребят обратите внимание так это было знаете сказано с таким прямо вот с такой злобой да вы можете мне много писать и многие пишут что я конечно сильная но что вы думаете я что могу сама все это сделать какие претензии мне просто интересно ты можешь предъявлять абсолютно посторонним людям да ты считаешь что твой сожитель который заделал тебе ребенка абсолютно ничем тебе не обязан в таком случае чем тебе обязаны посторонние люди твои зрители которые по сути тебя видеть не видели и знать не знают ну за исключением вот этого контента согласитесь это же не какие-то близкие люди это не члены твоей семьи да с которых ты могла бы просить какой-то помощь то есть так интересно она их прямо отчитывает да она говорит ну что что такого ты говорит вы что не понимаете я говорит могу и на колени встать да но я помню ребят прекрасно а лёлька говорила о том что она может стать на колени как раз таки в тот самый день когда убрали монетизацию с ютуба полтора года назад это было 6 марта да полтора года назад и лёлька тогда тоже сказала если надо будет если мне настолько будут нужны деньги я даже на колени встану ну собственно вот такие разговоры ведет сейчас а вы знаете что я хочу сказать по этому поводу а если у тебя нет денег как ты говоришь да нет денег у меня она разводит руками типа вы чё офигели у меня нет денег но когда у людей нет денег они ничего не покупают они ничего не строят они они как раз таки да рассчитывают на свои деньги которые у них имеются в наличии ну и собственно стройка а также вот это вот знаете стройка пристройки да масло масляное это не предмет первой необходимости это то без чего можно благополучно обойтись ну согласитесь да то есть можно подкопить денег ну как бы это сделали другие люди да ну или взять кредит в конце концов и постепенно выплачивать но это явно не поберухин случай поберуха привыкла жить за чужой счет ой ну что говорит корову надоели теперь говорит надо надоить себя включила ребят молокоотсос это какой-то кошмар но говорит сейчас говорит пять минут подождите пусть молокоотсос поработает а что до стрима да до стрима нельзя было сесть с этим молокоотсосом и сделать это все вне стрима вне камеры нигде это не демонстрировать опять же личные интимные моменты и вы знаете вот что самое интересное да то есть она пытается провоцировать людей постоянно вот этим вот кормлением на всеобщее обозрение нате вам мою сисю да смотрите что я делаю так далее ах вы беситесь а я вам еще больше покажу да и показывает вот эти вот звуки которые издает молокоотсос а мне интересно то есть ты понимаешь что ты провоцируешь а ну что людям это неприятно ты начинаешь показывать еще больше то есть ты провоцируешь людей но почему-то когда я в чате начали писать о том что слушайте ну хватит уже в конце концов но это неприлично да это интимные моменты она начинает кидаться на этих людей и не нравится она начинает на них орать и кричать что давали вообще отсюда и тебя заблокировали да иди туда да иди сюда а в чем проблема то ну ты же делаешь это специально и ты говоришь ой да мне дела до них нет никакого до хейтеров я делаю это назло так а чё ты тогда не вывозишь когда тебе об этом пишут опять же да ребят согласитесь далее далее начинает там рассказывать всякие сказки по поводу того что вот говорит вчера у меня была температура 38 и 5 вчера вечером такая температура да говорит видимо вот видимо все таки то что я температура у меня от переутомления представляете ребят люлька по ее словам настолько переутомилась и кстати она опять не спит сутками ну да а я прям верю друзья мои то что люлька сутками не спит вы знаете не сутками а сутками да не спит по той простой причине помните вот этот вот шорт который я вчера с вами обсуждала где они как два придурка с гришей за индюками там бегали их там пытались передразнивать вели себя как ну просто как каких-то знаете два неразумных ребенка да и вот как бы сразу понятно что женщине точно нечем заняться то есть за нее все все везде делают да и вот она может себе позволить записать там 555 лепешек в телеге выйти на там двухчасовой стрим да побегать с гришей поснимать контент позаписывать туда позаписывать сюда от нечего делать ну не скажешь люль что ты сутками не спишь понятное дело что и спишь и ешь и все у тебя нормально и хорошо но опять же ты же вышла на стрим а значит надо конечно же естественно ну объяснить показать какая ты бедная несчастная как тебе не повезло как тебя все гнобят и как ты конечно же устала далее друзья мои снова здорово вспомнили опять про статус мать героини она говорит вы знаете меня все еще терзает комиссия оказывается но это ребята это с лёлькиных слов оказывается администрация говорит наша местная когда значит вот разбирала ее кандидатуру да отправлять ли эту кандидатуру дальше в москву оказывается говорит местная администрация превысила свои полномочия комиссия друзья мои такие нехорошие помните лёлька кричала а в комиссии сидят мои хейтеры да комиссия злоупотребила правами да а там говорит скандал а там интриги а я говорит и знать ничего не знаю ну если ну как ты знать ничего не знаешь да ты же в курсе всего как ты говоришь то есть лёльку интересует этот момент конечно она с ним не смирилась она говорит а я сижу типа не сном не духом а я сижу говорит такая ничего не знаю а там говорит вовсю кипят страсти а там говорит скандалы а там интриги а кто-то говорит будет по шапке получать ребят мне так смешно вот честно я вот это слушаю это знаете детский сад штаны на лямках этой серии а ты меня ударила да сейчас я тебе тресну примерно из той же серии да то есть она уже там решила что кто-то из-за того что ее кандидатуру на местном уровне не одобрили кто-то будет из-за нее получать по шапке представляете ребят насколько она себе высокого мнения то есть она не может смириться с тем что она не достойна этого звания что ее кандидатура кандидатуру даже на местном уровне зарубили то она не может с этим смириться а самое главное не может смириться с тем что перед ее носом в буквальном смысле слова просто уплыл миллион вот ей даже на это звание это плевать да и главное миллион миллион вот это самое основное а вот если бы говорит вот она сама сидит и говорит вот если бы говорит спросили мое мнение вот говорит наверное если бы поставили перед президентом несколько семей но говорит более такие знаете говорит более такие хорошие прочные семьи где говорит от одного мужа там рожали там по 10 детей и так далее то конечно бы выбрали говорит, другую семью, не мою, для кого-то же, говорит, это самое настоящее преступление, что я рожала детей от разных мужчин, то есть, ребят, вдумайтесь, она даже не понимает, да, что причина-то даже не в этом, что у нее там было на тот момент 10 детей вообще, когда они подавали, она же еще варю тогда не родила, да, то есть было у нее вообще, да, когда она об этом, вернее, узнала, я к тому, что когда она узнала, вернее, об этом, да, она еще тогда была беременна, Варри, короче, дело не в этом, она даже не понимает, что дело не в том, сколько у нее мужей было, а дело в ее поведении, да, и в том, как она себя позиционирует и как она себя ведет, причем она себя демонстрирует не за закрытой дверью, она себя демонстрирует на публику, в социальных сетях, на ютубе, и она считает, что это нормальное поведение, и что она действительно достойна, может быть, такого высокого звания, как мать-героиня, то есть это еще раз подтверждает тот самый момент, что она всегда считает, что вот она всегда права, она не может быть не права, и она все делает абсолютно правильно, то есть, ну да, 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 виноват кто угодно, да, и вот я не виновата, что вот я там от двух мужей рожала, а тут еще Варю родила, значит, от сожителя, да, до нее даже не доходит, что вообще ей не имеет права дать это звание, потому что она ведет себя, она попрошайка на ютубе, это раз, во-вторых, она клянчит деньги каждый божий день, это два, причем не на какие-то там необходимости, а уже прям на роскошь, да, в наглую, дайте, я и на колени встану, я и то сделаю, да, ну а в-третьих, ее вот это поведение, да, вот эти, вот эти, вот это ужасное поведение, недостойное поведение женщины, извините, как такое, как такой женщине могут звать, дать вообще звание мать-героини. Хочется спросить, Люль, ты вообще в себе, ты вообще понимаешь, что ты априори этого звания не можешь быть достойна, это был бы позор, если бы твою кандидатуру одобрили и отправили бы дальше, да, из вашего района уже дальше, а там бы ее уже бы потом в Москве рассматривали, вот это был бы самый настоящий позор, я надеюсь, такого позора все-таки не случится и такое не произойдет, а она опять все под свою дуду, что, мол, типа, комиссия плохая, вот-вот, они все неправильно сделали, превысили полномочия, представляете, злоупотребили своими правами, ну что она скажет, что я недостойна, что я вела себя, да, непонятно как, что я попрошайка на ютубе, что вбиваешь на ютубе поберуха и выскакивает ее лицо, ее канал и так далее, да нет, конечно, она никогда в этом не признается, ребят, виноват кто угодно, только непоберуха, да, ой, что еще, значит, говорит о том, что блогерство, вот, говорит, блогерство сейчас, говорит, приносит мне очень мало денег, ну, как всегда, да, то, когда надо, блогерство приносит деньги, то, значит, когда надо сидеть, клянчить, блогерство уже почти ничего не приносит, и она говорит, я вынуждена выходить на стримы, клянчить деньги и так далее, ребят, я уже миллион раз об этом говорила, но еще раз могу повторить для тех, кто, может быть, только пришел на мой канал, да, по какой причине она вообще не занимается блогерством, по сути, она почти не снимает ролики, потому что ей это невыгодно, ей это неинтересно, да, вернее, это сложнее снять ролик, гораздо проще просто сесть на стрим, на полуторачасовой, двухчасовой стрим, да, и клянчить деньги, это намного проще, чем вкладывать свои какие-то силы и выкладывать какой-то ролик, делать этот ролик, создавать, монтировать и так далее, да, поэтому она говорит, блогерство почти не приносит денег, мало, говорит, денег, но, опять же, мы же с вами прекрасно понимаем, ей сколько не дай, ей все время будет мало, даже тогда, когда она зарабатывала много на ютубе, это все равно для нее было мало, она говорит, да, а я и не стесняюсь, а я и не стесняюсь, а я, говорит, к вам выхожу, и я готова встать на колени, то есть ей проще встать на колени, чем, допустим, выкладывать там те же ролики каждый божий день, да, чтобы было больше денег, да, ей проще просить, нежели работать и вообще что-то делать, или умерить как-то свой пыл, да, и жить как-то посредством, то есть вот ее хотелки никогда не заканчиваются, она говорит, да, и вот не просто так сейчас вот у меня в названии ролика указан флешмоб, и стройка встала, да, вот нужны 50 тысяч на доске, то есть, ребят, представляете, да, вот все дело упирается в 50 тысяч, да, то есть до этого ей на поросят собирали, ну, так срочно надо было, да, вклиниться с поросятами, ну, так не собирала бы на поросят, какие проблемы, продай свою тушенку, продай свою продукцию, да, пусть тебе дети твои помогают, ты же говоришь, что они все зарабатывают, ездят отдыхать и так далее, да, не-не, ребят, зачем, опять, опять сидим клянчим, опять рассказываем о том, какая бедная несчастная. Друзья мои, вот так у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, продолжение следует, всех целую, обнимаю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok